Всем привет! Вы слушаете 10-й, можно сказать, юбилейный выпуск SD-Casta. С вами, как обычно, я, КС-Даймон. И сегодня у меня в гостях Алексей Константинов, архитектор в компании Zidata. Алексей, привет! Привет! Ну, я так очень коротко сказал, что ты там архитектор. Давай, может быть, ты немножко поподробнее расскажешь, чем ты там занимаешься, чего ты архитектурируешь. Ну, явно не дома. Я занимаюсь архитектурой хранилищ данных. Это, ну, в области Big Data в России достаточно такое пока еще экзотическое направление. То есть у нас достаточно много хранилищ данных в стране. Много уже народа, который говорит о Big Data. Но на самом деле не так много проектов, где действительно есть большие хранилища данных, которые могут похвастаться, там, быстрой работой на десятках, ну, тем более сотнях терабайт данных. Я так понимаю, ты приложил руку к некоторым из них? Ну, да. То есть компания Zidata вообще не так давно появилась. То есть вообще недавно год был. Она в прошлом году была организована и фактически отпочковалась от компании Yota. Наверное, все знают компанию Yota. Это достаточно такая прогрессивная компания. Была и есть, но сейчас она ушла в мегафон. Мы как раз с ребятами, кто организовал компанию Zidata, ну, грубо говоря, как раз сделали эту компанию, как сказать правильно, слушай. Ну, скажем так, на основе отдела, который как раз таки занимался, вот, видимо, проектированием. Ну, да, мы в Yota сделали хранилище данных на запуск LTE-сети. Это, в принципе, для России, наверное, ну, такое уникальное хранилище данных получилось real-time управление сетью. Все, что вот народ работает в интернете через LTE, оно ушло через сети, которые на базе хранилища данных полностью контролировало работу сети и оптимизировало. Ну, там было все фактически. Ну, я немножко-то о себе расскажу, чтобы было понятно. Да, давай, мы сначала присели, а потом мы уже там улюбимся. Да, как я до такого докатился. Вот, работать я начал в IT давно, с 91-го года. То есть я дед, можно так сказать, вполне гордо. Я начал эру еще с машин, которые были Искры, Истры, потом PC-шки пошли, IT, 8086-286. То есть начинали мы из C, Pascal, то есть еще даже не Turbo, Pascal. Потом пошли баз данных Clipper, Fox Pro. То есть такой полный фулл путь мы прошли. Я, во всяком случае. Да и ребята мои, вот с кем я работаю, у них тоже достаточно длинный путь, как говорится. От программистов, потом к работе с базами данных. И вот сейчас мы вышли так. Финально на хранилище данных и Big Data. Много достаточно на отраслях работали. Но вот самая интересная отрасль для IT-работы – это телекоммуникации. То есть это отрасль, в которой действительно потом, ну, к Big Data приходишь. Там очень много данных. Это не отрасль, да, даже финансовые отрасли, банки, все взять. У них нет столько тысяч, там, транзакций в секунду, сколько идет операции на телекоме. И здесь, ну, грубо говоря, сам Бог велел, чтобы собирать эти данные, уметь анализировать и работать с ними. Вот сначала я работал, пришел к хранилищам данных, я работал в компании Saibus. Я работал там в Saibus IQ в том числе. Тоже колонка-ориентированное хранилище. Ну, достаточно неплохое, я считаю, прикольное. По тем временам, наверное, достаточно такое революционное, потому что реально можно было терабайт, например, гонять так, что там у людей, кто там работает на классических базах данных, в LTP отписали челюсти. То есть они смотрели и не понимали, как так быстро может работать. Ну, там, помимо колонка-ориентированности, там было много достаточно интересных идей, это и сжатие данных. Ну, сейчас это есть у всех. То есть это и есть и в Microsoft, и в Oracle, тут уже сейчас ничем не удивишь. И когда YOD стал строить большую сеть, им понадобилось очень большое хранилище. Они с IQ дело имели, делали пилотный проект, они поняли, что IQ не потянет. То есть в год, ну, где-то 6-7 терабайт как минимум предполагалось, это если так вот скромненько брать данные, то есть не все хотя бы. А IQ, ну, вот в тех версиях, которые было, сейчас они, конечно, это исправили, оно там, пусть 5 терабайт, ну, скажем так, начинало притормаживать, требовало большого внимания. То есть, а база планировалась там 30-40 терабайт, и уже было страшновато IQ брать. Поэтому вот мы стали выбирать хранилище, и в итоге вот остановились на HP Vertica. Этот продукт был сделан, ну, на основании C-Store, Майкл Стумбекер делал. Ну, наверное, все знают, что это человек, который сделал Postgre, и там еще кучу целую, я даже себе это не назову, интересных продуктов. И вот он когда сделал кучу хранилища, баз данных, он решил сделать хранилище данных с нуля, по уму. То есть он сказал, что все, что сделано, оно не подходит для больших данных. Ну, его засмеяли, в принципе, не поверили. Поэтому он обиделся, организовал свою компанию, ушел и сделал такие. То есть, ну, любой айтишник знает, что если у человека очень большой опыт в чем-то, и он уже делает заново, с нуля, с учетом всех ошибок, он изначально сделает правильную архитектуру хранилища, ну, вообще продукта. Вот Майкл это сделал. То есть он реально сделал правильную архитектуру, он учел вообще все вот эти грабли, по которым он столько десятков лет ходил, вообще создавая базы данных. Слушай, а вот чуть-чуть не перебью сразу вопрос в тему. А все-таки вот чем-то глобально отличается именно, почему обычная там реляционная база данных не подходит для хранилища? То есть в чем принципиальное различие? Вот где здесь стык? Ну, функциональность на самом деле. У баз данных классических, да, все-таки нужно быстро собирать данные. Собирать, хранить и изменять. Угу. То есть, ну, основной набор, да, вот взять любое там, что биллинг телекома, что, не знаю, там АБС, банковскую систему. То есть основное назначение – это быстро составлять данные, проверяя, гарантируя их целостность, да, и что-то на ходу считая по там клиентам, да, например, биллинг или АБС. То есть, расчеты по ним. А если брать хранилище данных, то тут как раз идет работа с большим множеством. Ну, никто не будет там по ключу искать одного человека и что-то с ним делать. Идет именно анализ, аналитика очень большого объема данных. У нас есть терабайты, например, нам надо с этого терабайта получить, да, аналитическими функциями по группировкам, там, определенные результаты. Выявить какие-то последовательности. То есть, ну, вот, например, оптимизировать работу сети по KPI, то, что мы для ее это делали. Когда китайский поток информации идет по сети, где вот реально каждая базовая станция, да, их тысячи буквально по стране, она каждые там 5-15 час, минута скидывает информацию сетевую. Это сетевые группы, да, в каждой группе там, ну, десятки счетчиков. Все это надо на лету, грубо говоря, грузить и анализировать. То есть, любое изменение сети, оно вот на этих KPI тут же отразится. Это можно будет увидеть, но видеть надо именно в пределах региона и страны даже сразу. То есть, вот эти проседания, как пошли, где что. То есть, тут не получится по каждой базовой станции, по коду просто брать и смотреть. Если работают службы, которые анализируют всю информацию, и из них сразу, ну, зная, грубо говоря, алгоритмы, могут вычислять для себя нужные сведения, которые помогут оптимизировать или управлять чем-то. Ну, анализировать. То есть, изначально это, конечно же, аналитика. И здесь вот, ну, если мы возьмем любую классическую СУБД, то просто запрос на терабайт данных приведет к тому, что это СУБД очень-очень долго будет думать. Наверное, в реал-тайме, это не то, что реал-тайм, это и не тайм, то есть, никто не будет ждать год, пока Oracle или MS SQL додумает, да, на ваш запрос-ответ. Ну, это опять-таки, вот, смотри, я правильно понимаю, что именно в случае больших данных, когда тебе надо такую аналитику проводить, она больше всего, ну, завязана на какой-то конкретной колонке. Поэтому, когда ты хранишь данные в колоночном виде, ты, собственно, можешь очень быстро получить только необходимые данные, и, соответственно, проанализировать, ну, сагрегировать, там, да, произвести какие-то расчеты. В отличие от классических СУБД, которые, соответственно, сохранятся построчно, поэтому это надо по каждой строчке прочитать только конкретный столбец. И вот это все, собственно, вот очень сильно отражается, безусловно, на, так сказать, скорости работы. Ну, на самом деле, не только это, потому что если взять классический СУБД, там же есть индексы, да, и грамотно сделав индекс, можно и не читая таблицу сразу получать данные прямо с индекса. Ну, да, безусловно, если ты построишь индекс, там... Да, то есть есть правильные индексы, то есть это одна из частей больших данных, это не только скорость доступа по колонкам. Колонки, да, они здорово помогают, потому что, например, вот там есть таблица, да, со статистикой в ней, там, 700 колонок. То есть на классической СУБД прочитать 700 колонок, то есть это, ну, просто гигантское время займет. Вот, просто это будет идти все равно скан с диска, там, как ни оптимизируй. И потом главное, что если запросы идут аналитические, то неизвестно, какие колонки понадобятся. На всю жизнь в случае не напасешься индексу. Ну, да, и, собственно, их поддержка и обновление тоже, в общем-то, она скажется на производительность в итоге. Да, но этого мало, на самом деле. То есть колонки, это здорово, конечно, но этого мало. Большие данных много. Вот, например, у нас в Йоте, да, давно зашкалил за 30 терабайт данных на хранилище. Вот вопрос, как хранить их, как ими управлять. Здесь как раз вот масштабируемость, важный момент, даже, наверное, важнее, чем колоночное хранение, это масштабируемость и отказоустойчивость. То есть, во-первых, там, ну вот в Фейсбук сейчас сколько? Три петабайта, да, хранит на HP Vertica у них база аналитическая. То есть много. То есть по третью петабайта, например, нельзя взять и собрать резервный кластер там или какой-то бакуп-кластер, который будет все это делать. То есть, ну, фактически хранилище, в первую очередь, должно гарантировать отказоустойчивость, что вот эти, там, петабайты или терабайты, они будут продолжать работать. На классическом, ну, я не знаю, сколько бакуп будет делать трех петабайтов и потом, ну, восстановить, трех петабайтов, ну, очень долго. Ну, наверное, очень долго, да. Да. Вот. И здесь как раз вот MPP-архитектура, да, то есть когда масс-параллельность к серверу, это не вот как набор классических субводов серверов, которые там, например, единую базу на стену хранилища держат, а именно это как бы равноценные сервера, которые локально базу разделяют на части. Ну, шардинг, то бишь. Да, шардинг, да. Вот это гарантирует масштабируемость в плане скорости, да, мы в любой момент можем растягивать класс, то есть добавили два сервера и почти горизонтально увеличили скорость на вот эти две единицы. И отказывают стойчивость. Один вышел из строя, а второй продолжил за него работу, то есть взяв работу соседки на себя. Ну, для этого как бы данные должны храниться в нескольких экземплярах либо там в общедоступном каком-то месте, соответственно. Ну, MPP-хранилища, они все вот так ориентированы, что у них ноды зеркалируют данные соседней ноды. То есть если вот у нас пять серверов, один выходит из строя, да, то есть сервер всякий, который дублирует вот его, и он... А, ну, то есть потому что данные всегда хранятся больше, чем в одном экземпляре, соответственно, и всегда есть возможность к ним доступа. А дальше оно просто происходит переразмазывание, перераспределение, и вот все. Нет, перераспределение не происходит, в отличие от Хадупа. Здесь как раз вот именно идет чистое зеркалирование, то есть нода у нас упала, другая нода взяла за нее работу, и просто ведет свою часть данных, и зеркало той ноды по нему работает. Когда нода восстановилась, она отдала изменения, и та она себя забрала, и это просто ведет зеркало. Тут такой момент перераспределения, очень дорогостоящая операция. Оно долго идет, и фактически приводит к большим задержкам скорости. То есть, например, в HP Vertica есть штатный режим прибалансировки, да, мы добавили ноды новые, и данные надо переразмазать. Но это длительный фоновый процесс, потому что фактически ноды заново пересегментировать все данные, как они будут хранить. То есть, например, вот в Yote на 30 терабайтах делали мы, да, добавляли 3 сервера, но где-то сутки заняло. То есть вот так. Поэтому на ходу, вот так, на лету, никто этого не делает. Здесь все-таки четкое определение идет. Вот, кстати, HP Vertica, то, что Майкл сделал, я считаю, такой полезный, правильный момент. Помимо вот колонок, да, помимо MPP, вот всех плюсов, он сделал еще важный момент. Он сами данные, как хранятся, архитектуру разработал. У него есть, во-первых, строгие принципы, которым он следует. Это всегда хорошо для СУБД, потому что, ну вот, не будем называть кто, но многие СУБД начинают со временем при развитии всякие модные фишки просто себя добавлять беспорядочно. И получается вот такая каша. Когда мы умели это, 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 оно, в принципе, ну вот, не в одной парадигме работает. Вот, Vertica развивается строго по определенной парадигме. У них есть roadmap, и он вот тщательно продуман так, чтобы каждая новая функциональность, она просто поверх новой, ну вот предыдущей, вернее, строена как бы шва, ну, как эволюция, а не как накидка вот такая маркетинговая функция, да, что вот, а теперь мы это умеем. Нет, Vertica вот как раз развивается, строена достаточно в этом плане. И вот первый момент, которому они посвятили развитие, это именно было хранение данных. То есть, хранение данных. У них есть такое понятие, как ROS и VOS контейнеры. То есть, у них определяется, что само хранилище данные всегда хранит, как RAID Optimized Store. То есть, эти данные, они один раз записываются, и вот эта вот такая парадигма, и больше никогда не трогаются. То, что записано, то не трогаем. Здесь основные плюсы, то, что это позволяет очень оптимально писать данные, то есть, упаковывая их, сжимая, оптимально сортируя сразу. И потом на лету фактически позволяет очень быстро их считывать. То есть, каждый блок данных, контейнер, да, ROS, который хранится на диске, он сразу себе имеет заголовок статистики, что в нем есть, грубо говоря, какой партиции он принадлежит. То есть, потом, когда идет обработка данных, селектом, это все вот уже моментально поднимается. Причем ROS, когда он записан, они потом просто дефрагментируются со временем, по мере того, как они вот от текущей точки, да, эпоху ходят, то есть, ну, вот, транзакции, и начинают объединяться в большие. То есть, мелкие объединяются в большие, а сами старые удаляются постепенно. И вот это вот такая эволюция жизни хранилища, внутри именно на уровне хранения данных, все это автоматически происходит, приводит к тому, что вот новые данные, они в мелких контейнерах сразу вот под рукой, их легко менять, потому что большой контейнер, и получается вот такая парадигма, приводит к тому, что любой апдейт, это нам надо пометить старый контейнер к удалению его записи, а новый вставить, записать новый контейнер, да. То есть, это затратная операция. И вот чем дальше данные стареют, тем ROS и больше, потому что меньше вариантов, что это кто-то перезапишет, эволюция идет. Но здесь вот плюсы очевидные какие. Такой контейнер, да, единый, монолитный, его никто не меняет, на него не надо вешать блокировки. В вертике нет блокировок. Они просто не нужны, на самом деле. Для хранилища данных, в таком случае, есть блокировки для изменения и удаления записи, они эксклюзивны. То есть, пока одна сессия меняет, другая поменять не может. Вот все. Это классическое различие с OTP, можно сразу сказать, вертика не OTP, да, вот это все ставит крест. Две сессии не могут одновременно апдейт сделать. А там будет ждать другую, да. Но зато эти блоки что позволяют? Во-первых, оптимально быстро их читать. Во-вторых, они хранят данные отсортированно. То есть, каждый блок, таблица, да, хранит данные отсортированно. Это позволяет, если мы, например, ну, читаем по запросу по фильтру, где у нас фильтр на отсортированные поля падает, то, в принципе, нам индексы не нужны. Вертики нет индексов вообще. Потому что там данные хранятся отсортированно всегда. Вот. И по колоночным. Вот. Когда мы данные сортируем, у нас получается новая выгода. Сортированные данные можно упаковывать очень элементарно. Например, берем тексты, да. Если у нас часто повторяются слова, и они отсортированы, то RLE-кодировка, да, она позволяет просто один раз сохранить слово и указать, сколько раз оно повторяется. Вот, например, у нас миллион записей, слово там Alex, например, мое имя, да. Вот. Будет один раз написано Alex, и поставлена цифра миллион. То есть мы сэкономили место на диске, а главное, мы присели, так здорово сэкономили выборку вообще. Если мы по этому слову лайком, или просто будем выбирать. Вот. Очень много видов сортировки, это энкодинг называется, упаковка, да, данных. То есть, например, секвенсты. То есть поля, которые последовательно идут. Опять же, вместо того, чтобы хранить длинные значения, там, биклин, да, каждого поля, на контейнер просто записывается начальная точка цепочки, да, там, с какого началось, там, миллион один, например. А потом все записи, вместо этого просто смещение нумеруются. Что это в цепочке первой, второй, третьей, вот так, по биту фактически. Это опять вот, да, Росконтейнер позволяет снизить его объем и, грубо говоря, как бы, скорить вообще работу. Ну, соответственно, все это происходит на этапе непосредственно вставки данных, да, насколько я понимаю? Да, да. То есть, в принципе, вот вставка данных, это самая, собственно, ресурсоемкая операция. Получается. Ну, вот для того, чтобы она не была ресурсоемкой, как и вот в некоторых других хранилищах сделано, есть FOS-контейнеры. Это write-optimized storage. Это, грубо говоря, база данных внутри вертики. Вот. Значит, как там сделано? Если у нас мы вставляем какой-то большой кусок данных, да, там, с текстового файла или там prepared-statement, то, в принципе, нам выгоднее как раз напрямую писать в Рос. У нас большие объемы данных. Мы в этот контейнер пишем. Наша сессия на лету, вот все, что мы пишем, она просто кодирует, да, сортирует данные, упаковывает и записывает. Причем сегментирует, распределяет равномерно по нодам всего кластера. Но вот у нас ситуация, например, в Йоте часто этот же Telecom, у нас куча, абсолютно куча разных регионов и сессий короткими достаточно порциями, но постоянно вот чего-то туда добавляют. Если бы это все через сессии писалось в Рос, то получилась бы, ну, бешеная куча Рос-контейнеров. То есть, и на этом, то есть, их перелистывать, просто это терялось бы бешеное количество времени. Для этого в вертике есть такая область, называется ВОЗ. Все, что пишется такими сессиями короткими, оно на Автопилоте уходит в ВОЗ. Это фактически область памяти. То есть, это уходит в инмемори, и когда мы коммитим, ничего еще на диск не ушло. Оно вот оседает в этом ВОЗе, да, где есть, как бы такой фоновый процесс, ТАПЛ-МОВЕР, который просто берет, и сам уже в фоне, по мере накопления данных, опять из них делает большие красивые Росы. Вот. Уже вот не трогая нас. Слушай, а не нарушает, не нарушает это вот тем самым, ну, то есть, принцип-то, когда у тебя транзакция, если у тебя пришло подтверждение, что транзакция, что она все там вставила, ты данные, они у тебя в памяти, то есть, как вот с этим, ну, знаешь, обычно... А, да, 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 это любой классический СБД-шник сразу спрашивает. Ну, я, да, я просто изменировал Oracle с RDBMS, поэтому не могу не спросить. А очень просто, все, что мы, мы же пишем ВОЗ, оно все зеркалируется, у нас же кластер MPP, поэтому оно сразу по ВОЗу размазывается, сегментируется по разным нодам. А, вот оно что. То есть, зеркалируется в том числе, да. А у нас же как получается, каждая нода дублирует другую, да, зеркалит, поэтому, если она упадет, то зеркало там, в принципе, останется. Это раз. А два, то, что если две ноды падают вместе, то зеркала уже нет, и кластер все равно становится ошибкой. В данном случае просто транзакция откатится, да, будет откат идти, и тогда они потеряются. Но, как бы, хранилище, в отличие от OTP, BAS предполагает, что все-таки пишутся надежные источники данных, то есть, вагине быть не может. Пишут не первые источники, а пишут ETL, да, или какие-то там ладеры, которые это делают, загрузчики данных, которые все-таки с первоисточников сначала все собирают, как бы оптимизируют для загрузки, а потом, ну, например, CSV файлами грузят. Поэтому здесь вот, обычно, вот ETL машина, да, загрузка, которая, она рядом всегда с сервером хранилища. А то и прямо на одном из серверов хранилища висит. Поэтому здесь, ну, риск минимальный, хотя, конечно, он есть. Но здесь скорость важнее получается. В принципе, у нас вот, сколько мы, 2000, ну, сколько, три года, Йота работ, в принципе, у нас не было вот таких ситуаций, чтобы мы как-то об этом задумались и пожалели, что вот так работает. Понятно. ВОЗ просто имеет регулировки, поэтому вот настроить его можно, насколько часто быстро он будет сбрасываться, и насколько критично нам это все можно. Так что вот здесь получается как раз архитектура двухуровневая. Мелкие данные уходят в память, и там накапливаясь, крупными блоками сбрасываются. Кстати, они когда в ОСЕ находятся данные, они сразу доступны сессиям, которые селекты делают. То есть, это тоже рабочая область, мы коммит сделали, все, они видны. Ну, понятно, что для конечного потребителя ты как бы делаешь там запросы, и неважно, где они там в РОСЕ или там в ОСЕ, они возьмутся и отдадутся, как будто как единое целое. Ну, понятно, да, это логично. Вот эта хитрость получается большая. Они в ОСЕ хранятся в классическом, позаписном виде. Они же еще не успели на колонке разобраться. Ну, да, да. То есть, верс-кен-мемори, она такая чисто обычная база, LTP-шная, ну, такое, позаписное хранение, скажем, полноценное. А в РОСЕ они уже уходят вот уже на уровне ее архитектуры. Вот. Это у РОСЕ еще, кстати, есть преимущество. Помимо вот быстрого выбора, у нас же MPP, у нас вот сервер, который, кластер, который может сотни серверов иметь. И надо очень быстро и элегантно иметь возможность перемещать данные между партициями и между там даже стрейджами, то есть дисками разными. То есть, вертика позволяет гибридное хранение, можно запросто слепить срывак, срываки, на которых будут SSD диски, обычные диски, и вот сейчас 7.1 вертика, можно даже взять Hadoop, HDFS подключить и сказать, там тоже храни данные. То есть, вот несколько уровневое хранение, в зависимости от скорости накопителя и условий, как нам выгодно хранить данные. И здесь РОС идеал просто, потому что мы можем просто взять большой кусок и быстренько куда-то перекинуть. Или на другую ноду, или, грубо говоря, на дисковый другой массив. Слушай, а это как-то тоже настраивается в версии? То есть, или ты просто скажешь, диски, она сама понимает, где быстрый, где медленный, как вот этот процесс настройки стейджинга устроен? Мы, когда подключаем диски, во-первых, она может, говоришь, она тестирует скорость, то есть, определяет индекс, для себя понимает, какие диски быстрые, какие медленные. Это раз. На быстрые диски, она автоматически, вот те колонки, которые мы указываем, что для таблиц их надо сортировать, она их автоматно выводит на самые быстрые диски. То есть, у нас, например, есть там колонки, по которым часто мы обращаемся, когда там дата транзакции, еще что-то. Вот мы их в ордербай для таблицы указываем, и они автопилотом на SSD диски уходят. Получается круто, то, что когда мы делаем запрос, сначала эти колонки, вот, кстати, преимущество колоночного хранения здесь круто проявляется. Сначала она с SSD быстро считает, найдет все, что нужно, а потом, оставшись колонком записи, под ним тоже с обычных дисков. Вот. Если мы можем еще указать партиции хранения, если у них политика хранения партиций, мы можем сказать, что вот данные, которые за этот месяц, за октябрь, да, ты хранишь на SSD. Ну, и плюс все колонки, которые для ордербай не туда на SSD уходят. Потом данные, которые, например, за этот год, ты хранишь на локальных дисках, да, а все данные, которые раньше этого года, ты хранишь на HDFS. Вот. Все. Это дальше все автоматом распределяется. Ну, это реально круто. Да. То есть это позволяет вот скоростью массивов играться и вот так вот гибкой политикой распределять, как данные хранятся. Вот здесь, мне кажется, классические СУБД мало куда дадут, они просто не смогут такое все сделать. Ну, хотя бы так элегантно. Понятное дело, что руками и там с помощью настройки какой-то матери все можно сделать. ну вот. Не, ну да, как бы, то есть в том же самом Oracle, который, так сказать, мне наиболее знаком, да, они там тоже, так сказать, у них есть там и быстрые, так сказать, диски, когда ты там на уровне SM, можно все это, он сам ребалансирует, ты сейчас многих всяких штук там вот, опять-таки, хранилища большие, они там тоже умеют это на уровне уже хардварном, понимать, каким данным наибольшее происходит обращение, их там перемещать на SSD диски, которые редко используются там дальше, на обычные диски, то есть тут как бы много всяких каких-то таких штук есть, но, скажем так, это все такие, как ты рассказываешь, это именно заложено в архитектуре самой хранилища, поэтому, конечно, здесь это более, наверное, рационально используется. РОС будет уходить сразу моментально, то есть не надо с ним как-то вот какие-то дополнительные операции делать, чтобы, например, партицию перенести, а ОРК будет копировать и удалять, то есть у него по-другому никак не получится, медицкое пространство, оно же помечено, да, то есть внутреннее управление. Просто Вертика хитро очень делает, они не создают вот как классические субуды, файлы, в которых сами размечают данные и хранят блоками. То есть на самом деле Вертика просто берет линуксовую систему и по полной катушке использует напрямую, а хранит папки и файлы, там все внутри есть, посмотреть там тысячи папок и файлов будет. И эти РОС это фактически файлы на уровне операционной системы для Вертики. Ну и здесь преимущество как раз то, что они могут напрямую операционкой пользоваться, то есть быстро все это дело оформлять. если какие-то дополнительные будут операции, например, можно с Вертики кластера в Вертику кластер очень быстро таблют скопирует. Она как раз прям на уровне файлов поднимет и прям линуксами наиболее оптимальными средствами все это перегонит на другой кластер, раскидывая. Баклупы также легко делать получается. Вот, ладно, мы от Баклупов отойдем, дальше вернемся к Вертике. Это вот моменты архитектурные. И есть функциональные моменты, которые Майкл тоже все предусмотрел. Ну, понятное дело, сейчас очень много появилось бигдата решений и NoSQL, и SQL. Такой момент, что элементарно хотелось бы, чтобы все-таки база была ANSI SQL, чтобы человек, который сел, привык работать на орг, на IBM, на чем угодно. Да, ANSI Synthesis, ANSI SQL, там, 92, 89, это как бы, оно очень приятно, когда оно есть, и ты не надо думать, там, какие-то новые всякие докручивые штуки. вертика ANSI SQL полноценно 99, с ово-проширениями все оконные функции поддерживаются, то есть, и действительно удобно, мы переходили на, там, MS SQL, IQ, то есть, ну, в принципе, они даже молодцы реализовали, чтобы наиболее удобно было хранилище переходить, например, большинство орговых функций вертики есть. Есть только из-за того, что очень много оргов тоже, потом, хранилище данных, и источник оргов, а вертика хранилище данных, поэтому люди привыкли к функциям, они должны работать, вот. Ну, вот, помимо ANSI SQL, они реализовали различные расширения OLAP имена, очень интересно, я бы сказал, я вот, правда, не могу сказать точно, где это, наверное, еще есть, вот, на скидку, например, назову, у них есть такое расширение, которое позволяет соединить, сделать joint таблиц, не по жесткому условию, да, ключу, а по приблизительному условию, то есть, я, например, соединяю таблицу и говорю, ну, прихода из таблицы остатка, так, на примере приведу, да, и по соединению, бери дату прихода и остатка, чтобы остаток была наиболее максимально близко к приходу, то есть, предыдущую дату, то есть, это соединение по предыдущему значению, это очень, кстати, здорово в аналитике помогает, потому что, когда я хочу взять данные, да, заджойнить и получаю сразу последние записи, ближшую по времени к текущей, которые в таблице я делаю. Слушай, ну, вот это вообще очень интересно, потому что, да, там, обычный это join, но он классический, да, там, понятно, что это ключ значения, там, либо там больше, меньше, но использовать в рамках join некие вот именно агрегированные функции, вот это, вот это клево. Да, клево, например, time series у них есть запросы, это, например, когда у тебя идет, ну, факты, да, фиксация какой-то даты, и там, ну, вот мы с тобой говорим сейчас, минуту назад говорили, там, 10 секунд назад говорили, вот, а я хочу все это в пятиминутном интервале распределить, вот наш объем разговора, да, например, там по трафику, вот, есть там сервис, который позволяет, ты указываешь именно интервал, она эти записи группирует именно по этому интервалу, берет даты наши, да, точки наши. То есть ты можешь, грубо говоря, просто сразу сказать, типа, дай мне записи, в которых там в среднем за 5 минут было бы там, ну, средний там трафик. Нет, она круче, она график построит и именно просуммирует по пятиминутно вот наши точки, которые есть в фактах. То есть ты на выходе получишь пятиминутные записи, да, они по времени будут идти 5-5-5 минут, там 5-10-15-20, и вот наш, грубо говоря, разговор, он будет вот наш трафик вот на эти минуты накладываться, суммироваться именно вхождение по этим точкам фактов. И ты получишь вот такой линейный, вот, грубо говоря, график аналитический. Сразу будешь видеть, как это в нужном интервале было. Слушай, это тоже очень интересно, очень круто. Хорошо, ладно, сейчас еще интересно расскажу. Давай, давай. Если с вебом, соответственно, ну, возился, да, у них есть такие запросы, Evans называются. На Evans'е что ты делаешь? Ты, во-первых, определяешь Evans. Evans' это, ну, некое условие, под которое может подходить запись. Вот у них пример есть на документации, я его и возьму за основу. Например, у нас есть лог работы пользователей по сайту, и, грубо говоря, можно event распределить, что пользователь зашел на сайт, то есть, с какого-то внешнего уровня на наш уровень, пользователь двигался по сайту, то есть, он менял уровень, но внутри сайта. Пользователь зашел на страницу покупок и что-то купил. Вот. Это event. Их можно, в принципе, согласиться описать очень легко. То есть, определить как бы условия на каждую запись, понимая, то есть, попадает под event или нет, да, под события. Да, но только единственное, что здесь должно учитываться еще и некие предыдущие, так сказать, записи, чтобы понять этот вывод по конкретной записи. Вот, 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 но ты, факт у тебя есть, то есть, у тебя факт есть, например, пользователь, вот, пришел в страницу. Я понимаю, что в влоге все это есть. вот, смотри, получается, что описываете event и запроси, ты можешь дальше написать последовательность. Ты можешь фактически по event потом задать условие, что покажи мне всех пользователей, который зашел на сайт, сколько угодно раз переходил по страницам, потом зашел на страницу sales и что-то купил. Вот. Эту последовательность с описанными event'ами у тебя запрос выполнит и вернет результат всех этих пользователей с записями. Это на уровне SQL описывается. Слушай, просто фантастика, вот честно. Да, да, да. Вот, ну там много всего я не буду рассказывать. Вообще, у них онлайн-док очень прикольные, ну, с примерами, там, ну, так порядочно, интересного, много всего. И вот, я бы, интересно, что они дальше продолжают развиваться, то есть, вот они сначала, у них упор был на хранение данных и на аналитику, а начиная седьмой версии, они стали здоровы, дальше вот у них сличий шаг был, они давно о нем говорили, они стали интегрироваться с ходуком, то есть, копать в сторону ходуков. Вот то, что, например, теперь данные базы, напрямую можно HDFS хранить, прям Росконтейнеры. Это вот уже 7.1, как раз результат такой. Здесь они тоже много всего сделали, то есть, фактически, вертика может спокойно к хайв таблицам, да, через, грубо говоря, с описанием структуры получать, а и работать с данными уже ходуков. Напрямую уже, таща данные уже вот оттуда. Ну, и для ходуков они сделали коннектор, которые позволяют, то есть, и для пега, и для ходуков, легко с вертикой тоже взаимодействовать, то есть, получать данные и забирать данные. Здесь, кстати, правильный момент, вот то, что они, Майкл сделал, не стал он из вертики делать мусорку, да, чтобы можно было, ну, как бы, дублировать работу ходуков. Ну, нереально это, на самом деле, а вертика достаточно такое, ну, нормализованное хранилище данных, то есть, это настоящее релекционное хранилище данных, с нормальной структурой, и туда вот пихать, как вот, например, NoSQL, да, что делают, в принципе, наверное, оно просто расползлось от разных продуктов, у них разная архитектура должна быть. Они здесь сделали ставку, что вот мы делаем очень тесную интеграцию с ходуопом, и когда у вас встречаются такие данные, которые, ну, вот вертики не нужны, вам легче ходуоп посчитать, а потом вертику, например, нормализованном виде уже загрузить. Здесь как раз, вот, проще такую связку использовать. Но, вот, у них есть тоже фишечка, они все-таки не стали до конца обижать пользователей, не все же знают ходуоп, есть у них флекс-таблицы, вот тоже седьмой версии введены, это как раз вот, ну, немножко на пятке NoSQL наступания, хотя, ну, такое маленькое. То есть, парадигма такая, у нас есть данные, которые, ну, лежат в иерархических структурах, да, ну, как вот NoSQL в JSON структурах лежат, можно сказать, или XML структурах. То есть, ну, достаточно плоский, без особых вложений, но вот у этих данных есть одна ценность. Они нам нужны, но мы не знаем как пока. Вот. Хранить их в лобах можно, хранить их на HDFS можно, но очень сложно потом, когда мы поймем, как нам эти данные нужны, да, очень сложно их доставать, придется что-то писать. А второй момент нехороший, если мы уже знаем, как эти данные нам нужны, уже ими пользуемся, ну, загружаем, например, JSON, да, из них просто выдергиваем нужные нам колонки, грузим вертик и работаем с этим. Но в один прекрасный момент понимаем, что нам еще нужны колонки. Ну, вот это работа с аналитиками, я вот сколько не работал, они говорят, какие на самом деле им данные нужны, только через месяц-два, когда они данные вот так вот провернули через мясорубку. До этого они сами просто не знают, что им нужно. Ну, это вот, кстати, во многих местах, так, про это тоже очень интересный вопрос, как в вертике, знаешь, когда у тебя уже есть, когда ты построил, вроде сначала спроектировал насколько легко потом ее вот дополнять, изменять, так сказать, когда появляются там новые, соответственно, вот новые там колонки, еще что-то, как все это там перестраивается, как все это происходит, тоже интересно. Хорошо, давай я сейчас до флекс-дорасскажу. Да, конечно, про флекс. Вот, и что такое флекс-таблица? Фактически, она позволяет себя грузить от JSON-данные, да, как есть, но ты сразу можешь описать колонки, которые материализовать, то есть получится, что вертика будет хранить данные и в нормальном революционном виде, те, которые ты точно знаешь, что тебе нужны, а остальные будет уже хранить в своем оптимизированном виде, вот в такой иерархическом виде JSON, да, любой момент, вот Oracle, в принципе, такие есть, тоже, забыл, как называются, то есть в любой момент ты можешь запустить процедуру, которая материализует твою флекс-таблицу и с нее доподнимет те поля, которые тебе нужны, то есть получается, ты по каким-то ведущим полям, которые четко знаешь, ты по ним ищешь, да, их материализуешь, они хранятся в таблице, как бы обычной, автоматически, остальные хранятся в виде JSON, но в любой момент вертика на лету может их отпарсить и достать для тебя, то есть в любой момент, в принципе, ты можешь попросить добавить новые колонки, она их JSON прям вытащит, как бы, и добавит, тебе поднимет на уровень видимости, хотя это будет каждый раз, конечно, сканинг JSON, то есть в таком случае легче уже материализацию куда-то дальше в какие-то таблицы выводить, но это вот позволяет, понимаешь, такие вот данные, которые нужны, но ты не знаешь, насколько они тебе нужны, то есть это вот чисто для хранения, наверное, лучше всего для стейджинга в области, где ты их хранишь и потом, когда надо, быстро уже, не обращаясь к внешним источникам, они у тебя под рукой, можешь материализовать и вывести уже в свои таблицы нормальные, революционные, и отдать аналитикам уже как конечный результат на тебе пользуйтесь. Ну да, да, наверное, где-то так. Слушай, а вот про Hadoop еще, я правильно понимаю, что есть вот связка с Hadoop, она позволяет тебе, то есть как бы как-то прозрачно из вертики использовать всякие там, ну, MapReduce и прочую всякую фигню хадуповскую, да, там где-то для... Нет, MapReduce вот нет, сразу скажу, здесь мы именно HDFS видим. Если данные Hadoop сохраняет на HDFS, да, свои, ну, например, CSI, то вертик просто напрямую с ней может работать. А, только-только именно на уровне хранилища, то есть используется HDFS. Да, 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 да. Понятно. То есть не будет она... Здесь предполагается, что тебе проще самому на Hadoop ему придется написать и делать то, что надо. То есть как бы это на ту сторону отдаем, а если нужно что-то для Hadoop, то ты с вертика всегда прямой конник имеешь. И на запись, и на чтение, грубо говоря. Понятненько. Ну ладно, хорошо. Давай теперь, кстати, к оптимизации вернемся. Давай, давай. Перескочили. Здесь очень просто. Таблицы, вертики, на самом деле, это понятие виртуальное. Вертика... Даже раньше не было таблиц такого явного создания. Это потом вот для того, чтобы наиболее максимально прозрачно для Hadoop разработчиков соответствовать, они сделали, что вот таблица полноценно выглядит. На самом деле у них есть понятие проекция. проекция это набор колонок на какой-то массив данных. И у нас таблица вертики это суперпроекция. Суперпроекция называется вертики набор колонок, который покрывает все колонки таблицы. Ты когда создаешь таблицу вертики, на самом деле логически она в метаданах описывается, а на нее создается суперпроекция. На самом деле их даже две создается. Создается одна и с шагом плюс один для сегментации вторая зеркальная. И каждая хранит свои данные. Получается вот это зеркалирование проекции, которая плюс один сегмент, она как раз будет не на первой ноде, а на второй те же самые данные хранить. Она как раз дублирует первые. И значит основная задача этих проекций как раз данные тебе позволить хранить в наиболее оптимальном виде. То есть ты описал таблицу ну узнаешь поля чаще всего знаешь для хранилища, которые наиболее часто у тебя будут востребованы в агрегатах и в поиске сортировке. То есть ты можешь как бы предусмотреть и в принципе по таблице расписать сортировку, сегментацию, партиции и вот энкодинг компрессию по столбцам. это приусловие конечно что это таблицу очень хорошо знаешь. Поэтому профилирование никогда не бывает лишним. То есть очень неплохо по колонкам посмотреть как они на самом деле хранятся по данным которые ты будешь грузить. Но потом у тебя естественно ну не можно невозможно на все случаи жизни описать одной проекции. У тебя возникает ситуация подхог запросов каких-то длинных отчетов сумасшедших и вообще людей которые руками пишут запросы и зачем-то хотят миллиарды там дать кинокировать. Это вот я поете просто по опыту рассказываю. И здесь у них есть возможность просто создавать другие проекции на ту же самую таблицу. То есть ты можешь создать еще нужное количество проекций которые просто закроют нужное количество полей. То есть здесь конечно важно в запросах ты уже понимаешь какие поля люди могут использовать или системы. Но со своими правилами сегментации и энкодинга и сортировки. В принципе этого достаточно. Как показывает практика получается что ну как бы супер проекция закрывает большую часть запросов которые идут поисковые то есть ну хотя бы по периоду да ну редко человека когда что-то ищет будет год выбирать хотя вот сформ например да это то что для фсб ищется они не один год выбирают вот поэтому для них свои проекции создаются а в большинстве случаев супер проекции большую часть закрывает запросов но у тебя возникает группа запросов которые вот тормозят на ней для целей можно руками или используя дб дизайнера вертики взять и создать новые проекции нацепить на таблицу то есть они будут занимать место на диске это вот факт опять же многие люди которые работают на классических судах говорят как так зачем еще место занимать на диске но это вполне нормально это получается что так как мы это потом поговорим про это у нас политика лицензирования не ограничивает количество серверов ядер дисков то в принципе это вопрос железа он не сильно дорогой на самом деле гораздо дешевле чем если вот какими-то индексами даже обходиться вот здесь с проекциями они автоматом ведутся то есть если мы записываем данные таблицу они по всем проекциям расписываются ну понятно что да все проекции как и материализованное представление все обновляет все да вот материализованное представление наиболее близко я всегда вот и кто 40 работает именно вот это привожу слово материализованное представление оно очень близко подходит к этому ну я по описанию понял что это очень похоже так сказать некое очень похоже да но здесь зато круто что проекция она достаточно независимая вот и вертики такой с финт ушами то есть колонка ориентированная это здорово но иногда есть колонки которые друг без друга жить не могут и хранить в разных местах а потом паров иди соединять очень обидно вот у них есть граупит то есть можно в проекции взять и колонки объединить такая этакая виртуальная запись частичная то есть указать хранить колонки в одном месте то есть в виде одной колонки ну понятно ты заранее знаешь что заведомо знаешь что их всегда будут читать вместе ну аля составной ключ там и все такое да фамилии и отчество да вот зачем смысл какой их распределять да вот еще у проекции очень удобно получается так как у каждого свое сегментирование то мы можем по-разному распределить как они по модам будут храниться то есть это вообще удобная штука для джойнов больших таблиц у нас например мастер дитейл да в мастере 10 миллиардов и в дитейле 30 миллиардов и в принципе в среднем на мастере дитейл всегда более-менее одинаковое количество ну там 10-20 записей без разницы да вот так вот ну да ну то есть нету скачков выгодно тогда хранить запись мастера чтобы все дитейлы лежали на той же ноде тогда джойн мастер дитейл он будет происходить без сети то есть ноде не придется опрашивать другие чтобы собрать для своего мастера всех дитейлов ну да вот это просто имитация позволяет сделать очень легко а вертики как показывает практика ну вообще в MPP важна не дисковая производительность а ее хватает выше крыш потому что там локальные диски они быстро работают и мы ноды наращиваем просто ну как бы разжиживаем базу да по большему количеству нод а вот чем больше нод тем больше проседает сеть ну сеть да конечно сеть это вот самое такое чему вот самое наибольшее требование предъявляются и здесь вот как раз проекции позволяют фактически то есть распределить данные по сети так чтобы снизить ее работу получается так же как оптимизатор вот вот у TP база работает да он берет запрос то есть производит оценку по статистике вообще по сложности и строит план запроса с использованием индексов ну и как бы всех операций которые наиболее оптимальны у вертики то же самое также план запроса можно посмотреть и здесь как раз в плане запроса будут учитываться проекции то есть смотрятся именно какие проекции наиболее вот эффективно позволит быстро получить данные и поменьше напрягать сеть это вот первый приоритет у вертики идет ну например для йода это не критично да 8 серверов не бог весь большой кластер а я не помню сколько в фейсбуке но я знаю что больше 300 серверов там это критично ну как бы да там несколько сотен серверов какови там гигабиты там 10 гигабит и не были интерфейс то так сказать все накладные расходы появляются в общем-то прилично да я про проекцию расскажу немножко про сеть расскажу интересно они для фейсбука сделали ну как бы в общую пользу не пустили такие ноу-хау решения давай значит по проекциям получается еще хитрость какая начиная вот с последней версии м.1 ну проекция это здорово но всегда у них проекция это была копия таблицы полная или частичная по-разному храняющаяся вот ну материализованно представляем чем хорошо там можно хранить не только данные таблицы например выражения вот вертикеты осознали и сейчас проекции доделали есть возможность во-первых сделать проекции в которых есть возможность указать хранить выражения а их использовать например сортировки да сегментации ну да то есть вот в материализованных представлениях это основная основная фишка плюс это не просто тебе выборку сделать это не так интересно значительно интереснее то что ты можешь сразу как бы уже какие-то там произвести расчет и хранить уже их и с ними быстро работать вот в этом-то фишка вот здесь как раз была такой затык например вертика да позволяет легко добавить колонку ну как любое большое хранилище данных есть свои хитрости то есть мы например новую колонку можно давать таблицу которая при 40 миллиардов записи можем ее добавить даже как нотну то есть уже если укажем значение по умолчанию то база естественно никогда не перестраивается это нереально это огромные объемы то есть что получается добавляем новую колонку указываем дефаут на самом деле записи которые пойдут новые пустые она будет подставлять хранить а старые если там еще этой колонки нету старую она просто прочитает и как бы будет знать что там должно быть значение да виртуально будет дефаут подставлять и возвращать то же самое с удалением колонки мы когда удаляем колонку она везде остается пока Росконтейнер не будет кем-то переписан там дефрагментирован еще что-то вот каким-то фоновым процессом она просто будет эту колонку игнорировать вот то же самое со сменой типа да мы инт меняем на варчар инт и так и останутся она будет уже на уровне запросов приводить к варчарам деваться некуда если там 40 миллиардов по другому никак никто не разрешит брать и там лопатить данные писать ну я да тоже смутно себе представляю как так знаете ребята давайте теперь там на варчар поменяем нет ну это просто у нас вот в йоте хранилище за 3 года оно ни разу не останавливалось оно останавливалось вот там раз в квартал на 10 минут когда мы апдейтим версию вот это единственная вариант надо ее остановить то есть там сервера вылетали диски вылетали оно всегда 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 работало ничего не должно тормозить и останавливать вот и вот я просто к чему речь повел что вот такие проекции нового типа да с выражениями теперь можно колонку взять и добавить и там уже используя значение старой то есть выражение сделать и в принципе нам это ничего не стоит то есть это нормально на уровне уже вот такого материализованного то есть ту проекцию фоне новую в отличие от супер мы же можем взять и перестроить просто ну да пока все старые работают на вьюхе а новая она материализуется построится на самом деле она запишется в итоге на диске и потом как она построится мы сможем ей пользоваться то есть в вертике все вот в фоновых процессах идет вот но они не успокоились и по нормальному сделали еще лайф агрегата проекции то есть это живые агрегатные проекции реально можно взять и там написать запрос каунт например сумм на таблицу и он будет вестись по группам он реально будет в автоматах в фоне перестраиваться как только таблицы чего-то добавляются в записи единственное там есть ограничения таблицы-то не решаются изменять потому что это невозможно отследить но в принципе ну у нас как бы подразумевается хорошее хранилище правила хорошей тона Россия у нас это мало поддерживается но это факт то есть факты не должны изменяться они должны добавляться проектируйте так чтобы факты добавлялись и у вас будет счастье не всегда получается честно скажу ну понятно но мы к этому стремимся все вот и там у них агрегатные проекции вот есть обычные да как агрегаты на уровне групп и вот таких агрегатных функций а есть например проекции топ когда мы просто по группам говорим мы хотим топ-10 хранить у нас есть проекция которая по этим группам топ-10 всегда вот таким вживую держит поэтому даже гладах то топ что хотят видеть топы да ну да и тут это взлетает на многомиллиардных таблицах и это так вот эффективно смотрится круто и в принципе ничего не стоит на самом деле вертики особо но смотрится эффективно а главное что это все делается автоматически и не приходится там дополнительно разрабатывать функциональность все вот это вот то что касается сохранения ну вот вопрос насчет серверов они начиналось все вертики просто каждым сервером можно управлять мы можем его добавить в кластер удалить из кластера заменить ноду тоже очень удобно был случай у нас когда ноду ну все сервер приказал долго жить им просто другое поставили и сказали вертики это теперь вот вместо того ну она накатила на нее зеркало и он стал нормально работать никто ничего не заметил то есть пользователи у нас никогда не знали чего обновлять как тоже оно как-то обновляется ну в смысле обновил одну ноду потом вторую последовательно да то есть и они как бы постепенно или как вот версии патчить да версии нет у них хитро сделана даже инсталляция ты на одной из машин разворачиваешь инсталляцию ну новую или патча да и потом просто указывая цепочку серверов запускаешь она через SSH сама всех все делает ну представляешь у тебя 100 серверов замучаешься всех обновлять то есть это ну я понимаю да просто интересно она под капотом именно что она как она последовательно запускает там инстансы поднимает как вот этот процесс устроен интересно да она последовательна то есть она по каждой пройдет и установит ну софт и ты потом у тебя есть утилита там 2 утилита веб и консольная консольная круче скажу потому что она изначально разрабатывалась, а веб уже сверху как маркетинговая, грубо говоря. И ты весь сим-кластером управляешь. Ты говоришь старт, и автоматом на всех нодах Vertica запускается. Синхронизируется, чекпойнтится, и если все нормально, кластер запускается. До стоп, то же самое. Можешь сказать, ноду поменять, она сама ноду, грубо говоря, перепишет на новый сервер, и сама запустит там процесс восстановления, рекавери, уже зеркало соседки, в которой она висела. То есть это достаточно автоматизированный процесс. Есть консольная утилита, она причем еще такой DOS-стайл, грубо говоря. То есть такое, знаешь, красивое рисуется окошко. Ну, энкерсис, что называется. Псевдографика. Да, да, псевдографика. Страшно нравится. Не знаю, может, потому что я с 91-го года работаю. То есть это такой ностальжи. Главное, что это всегда стабильно хорошо работает. Веб бывает глючит консольный. А это вот прям вот. Ну, и ее можно с параметрами запустить. Она сделает все, что надо. Можно закодировать. Ну, понятно. Понятно. Так, ты там вот еще говорил там про сеть, собственно, когда большой кластер, много сеть, там про фейсбук. Вот, вот, вот. Это, да, это вот следующий шаг для MPP, я считаю, важный. Я про Деродату ничего не буду говорить. Я думал, у них тоже примерно такое есть, потому что у них тоже много серверов бывает. Вот. У них сначала сервера были одноранговые, и получалось, что каждым сервером надо по очереди управлять. Вот. Возникла проблема, я так понимаю, фейсбука, когда у них больше 300 серверов, они стоят по стойкам, да. И так как каждый сервер зеркалирует кого-то, большая проблема. Вот стойка вылетела, кластер остановился, потому что зеркала могли там быть. Вручную никак это не управлялось. Они доделали, сделали группы стоек, можно сервера прям по стойкам расписать. Прям группа один, группа два, и сервера. Вот. Тогда при балансировке данных Vertica будет делать так, чтобы стойки зеркалировали другие. Не было, чтобы в одной стойке зеркало кого-то хранится. Они это распределили. Хорошо, хорошо. В Oracle, вот, собственно, тоже у них, если работаешь с RAC, ну, Real Application Cluster, да, и там ISM, и ты тоже там для ISM дисков можешь указать, собственно, так называемые фейловер-группы диски, и тогда она действительно данная, никогда зеркало данных не будет класть в одну фейловер-группу, всегда будет их размазывать, и тем самым, собственно, если у тебя там одна группа даже полностью, например, контроллер отказал, да, на котором там 10 дисков висело, то у тебя всегда останется копия на другом контроллере. Здесь, я, собственно, понимаю, так сказать, идея похожая, в общем-то. Да, да, а вообще, они на Oracle, я смотрю, так ориентируются, есть определенные идеи, которые у Oracle удачны, и, в принципе, они вертик так или иначе перешли. То есть, ну, вот, по моему опыту, вот, те администраторы, которые очень хорошо знают Oracle, ну, мы им проводили тренинги, у нас компания же тренинги проводит, вот, таким вещам углубленным, не то, чтобы там на базовой поверхности знать, а вот, ну, с учетом опыта, который мы делали, и после тренингов они вот моментально схватывали, они говорят, о, только это у нас есть. Или, наоборот, о, у нас нет Oracle, но мы всегда в этом мечтали. То есть, положительный опыт у них работы с вертиком, это радует, кстати. Вот, и здесь вот со стойками они хорошо придумали управление, и помимо этого они еще сделали такое понятие, как резервный сервер. Вот уж тоже не знаю, у кого это есть. То есть, это сервера, которые стоят холостые, но подключенные к кластеру, и помечены как резервные. Как только сервер вылетает, и там через сколько-то попыток вертика не может его запустить, он начинает автопилотом забирать функции, его и на себя зеркалит, чтобы включиться в сеть. — Понятно. Ну, ты знаешь, так если опять-таки проводить аналогии с Oracle, то ближе всего к стендбай-серверу, когда у тебя он с помощью стримов почти в реал-тайме как бы обновляется. — А, ну это да. — Вот. И, собственно, тоже, когда ты же можешь на уровне конфига клиента, подключения клиентского сказать, что если ты там не можешь застучаться до основного инстанса, то ты вот туда заломись, там как бы эти данные будут. — Ну, здесь да, да, да. Похожая идея, только что здесь, так как хранилище-то не общее, то получается, что нода стоит пустая, на ней данных нет, она не знает, кого на риньце заменять, грубо говоря. — Ну, понятно, ну как спер, как спер-диски дальше, вот в такой. — Да, да, да. — Я готов, с кем что случится, я готов, так сказать, подменить. — Да, я готов забрать и начать работу. Ну, а потом, естественно, когда ноду заболевшую чинят и возвращают в строй, это снова уходит на резервную. То есть так вот всё. Ну, это вот, наверное, влияние фейсбука, всё-таки, в первую очередь, и других крупных проектов. Ещё вот у нас наш генеральный директор Вадимир Баранов ездил в Бостон, общался с народом. Там проекты и по 3, и петабай, это тоже много достаточно. Вот все эти фишечки очень народом были оценены, то есть последнее вот веяние, то, что вышли с серверами, вот с большим количеством, вот с управлением данных, гибридным, когда можно даже на HDFS хранить, вот это всё, проекции живые, это Hadoop, вот оно всё было оценено сообществом, потому что, в принципе, всё, что вышло, например, в последней версии, все этого хотели. То есть так или иначе, ну, вот все об этом говорили, что вот это было бы здорово, то есть нам, ну, мы бы не отказались от этого. Ну, в общем, вам у нас требованные штуки. Да, да. Главное, что развивается, получается, то есть как бы по пожеланиям не маркетинга, да, а по пожеланиям клиентов реальных, которые вот работают на этом и дают обратную связь. То есть обратная связь у нас есть с инженерами Vertica, это хорошо, на самом деле, я считаю. Нет, это очень хорошо, конечно. Здорово. Ну, давай ещё, знаешь, какой вопрос, вот тоже затронем, такой немаловажный, это, собственно, ETL, ну, в смысле, как происходит загрузка, вот, так сказать, данных в хранилище, там, ты, я знаю, рассказывал, что у вас там есть некие инструменты, даже разработаны для этого процесса, вот, расскажи поподробнее. Хорошо. Ну, изначально, конечно, ETL стандартный, наверное, все уже знают, да, это такая штука, на которой можно нарисовать джобы визуально там или в какой-то форме определить источники, с которых забирать, нарисовать какую-то трансформацию и загрузку данных. То есть это, ну, наверное, все используют их. Перечислить мы, вот, например, в йоте, ну, буду уж, так как мы в йоте работали, наш самый первый проект с вертикой был, 21, оно самое запоминающееся, в йоте сначала купили, использовали таллинг. Таллинг – это французский продукт, ETL, у них ETL есть, Big Data, MDM есть. неплохой продукт, достаточно удобный, но вот на уровне, у него была проблема, например, на уровне, во-первых, поддержки драйверов различных вендоров с UBD. Мы начинали с вертики 5.1, а у них для четвертой вертики поддержка была драйверов, и, грубо говоря, не все работало, и не всегда работало как надо. Ну, правда, это открытая система, и там, зная Eclipse, можно спокойно взять, скрыть их код-компонент и дорисовать, например, свои дрова прицепить, новую вертики запустить, что мы сначала и сделали. Но потом вот специфика самого телекома такая, что вот, например, группа статистики, то, что я рассказывал, да, их так много, и они постоянно меняются там. То есть фактически это вот инженер, который на базовых станциях понаставил галочками, что выгружать статистики. И эта выгрузка пошла сразу над себе забирать хранилище. Здесь получалось с Таллиндом плохо. Во-первых, динамически постоянно число колонок не угадаешь, какой придет. то есть вот такое жесткое рисование схемы, когда источник постоянно себя динамически меняет, оно, ну, просто нереально. То есть, и причем там десятки, потом сотни, да, групп статистики, на каждую рисовать свой джоб загрузки или как-то универсально пытаться делать было сложно. В итоге, например, мы оставив Таллинд, ну, там, на обычной загрузке, да, мы там 40-ку что-то, то есть таких статичных структур достаточно грузили. Для статистики мы взяли, просто прикрутили джаву в груди и свой сделали загрузчик, такой маленький, который как раз имел динамический. Потом у нас задачи стали расширяться, народу, грубо говоря, в команде было не так много на все программирование. Сама идея динамически на лету брать, анализировать структуру данных и как бы строить план загрузки и грузить, она, ну, показалась нам прикольной. Вот. Поэтому мы сделали Geto, это Groovy ETL на базе Groovy, который как раз позволяет, вот, ну, автоматически, фактически, строить такие джобы, которые могут с источника в хранилище перегружать данные. Там, на самом деле, не привязан к вертике, то есть он работает с любыми источниками, то есть Amaios, Keyler, Oracle, все поддерживается. Ну, то есть вы в нем как-то описываете как бы метаинформацию, да? Он на лету получает метаинформацию с источников, связывает по именам полей, сам автоматом, ну, или берет маппинг, если ему задли, да, если имена полей не совпадают, а автоматом определяет типы данных, как они будут конвертироваться для загрузки в другую СУБД, да, откуда шло с источника, и как бы генерирует код, это же Groovy, он язык такой, который позволяет сгенерировать класс и тут же выполнить на лету. Он генерирует код именно при образовании, ну, так, чтобы не было никаких вифов, да, а это был код, который вот четко под эту структуру, которую мы только что получили, предназначен для трансформации. Этот код накладывает на получение записей, которые трансформируют и тут же уходит запись уже в приемник. То есть вот так вот получалось. Некий динамический ETL, достаточно удобная штука получилась, он у нас развивается, но получалось, что мы пишем код руками все-таки, то есть Groovy это такой, ну, framework, который набор компонентов, да, то есть есть connection, есть dataset, есть flow, мы просто пишем, что нам надо и вызываем классы, процессы, он это делает, методы. Вот, а потом уже как бы, ну, всегда оно пошагово растет, из поверх этого Geto, у нас, Geto Open Source проект, кстати, он лежит у нас на Source Forged Net, только что, не очень документированный, потому что у нас временной документации пока не было, но он в коде документирован, скажем так, уже неплохо. Вот, поверх него... это уже вот, то есть у нас Geto это инструмент, который умеет динамически перегонять структуры, да, данные уже автоматом, вот. Единственное, вот, хочу подчеркнуть, что он работает в той парадигме, когда у нас хранилище, медстейджинговую область, ну, наиболее эффективно работает, которая совпадает с первоисточником структуры, то есть, когда идет... У нас просто есть парадигма одна, когда берутся данные с первоисточников, на ETL преобразовываются, да, и уже грузится хранилище полностью готовое. А есть такая парадигма, когда мы берем с первоисточника, грузим фактически данные, как есть более-менее, ну, по правилам только хранилища преобразовывают в типы хранилища в стейджинговую область, то есть у нас получается хранилище содержит все копии первоисточников, а потом EOT, Да, уже, да, как бы, да, дальше второй шаг. Да, с местами хранилища мы уже консолидируем данные, очищаем данные, приводим к ключу, вот, второй способ имеет очень много выгодных таких моментов, и здесь вот он не часто раньше использовался на классических СУБД, как раз за счет того, что они тормозили на больших объемах, им тяжело было со стейджной областью работать, а вертика MPP, ей как раз и уйти, вот этот второй способ гораздо удобнее. И здесь получалось, что у нас где-то очень удобно грузил, но, ну вот, поставим такую задачу, у нас есть клиент, да, надо приехать, и чтобы показать, как вертика круто работает, взять его там 300 таблиц, 40-го, и перегрузить вертику быстро. Вот, если это делать руками, какой-нибудь интегратор, то это хорошие затраты на самом деле. Это надо рисовать джобы, это надо маппить структуру и все остальное, вот. У нас это выглядит проще, вот как раз для этого ладеры существуют. То есть у нас, во-первых, ну, наверное, все знают, такая штука есть саб-сайбоспар-дизайнер для физмоделирования. Мы под него написали плагин под вертику, поэтому мы очень легко через пар-дизайнер можем получить 40-ую структуру модель, физмодель данных, через наш плагин перегнать вертику в структуру и сгенерить структуру уже для вертики с учетом правил вертики. Очень быстро. Здорово, здорово. Это круто на самом деле, вот. Поэтому мы сразу получили структуру, она есть. Дальше у нас есть ладер, это такая workflow-штука на базе Гетова, которая умеет рулить Гетовом, грубо говоря, создавать процессы, да. То есть она может подключиться к Oracle, сгенерировать для себя описание метаданных, таблиц, которые нужно перенести, подключиться к вертике, посмотреть, сгенерировать описание, что есть, куда перенести. И потом можно для нее нарисовать конфиг, просто куда, что и по каким правилам. И она просто возьмет данные, оттуда заберет CSV файлы, а потом наиболее оптимально через CSV вертику загрузит. Грубо говоря, эти 300 таблиц, ну там, не знаю, с учетом даже пары дизайнера, проектирования всего, за неделю можно уложиться быстро. Малым количеством человек, скажем так. Да, да, но вот это, кстати, очень здорово, да. Да, и вот лодер, он как раз позволяет переносить данные. Во-первых, он умеет оптимально загружать данные вертику, да, с помощью вот ее штатных средств, балка, лода. То есть когда может раскинуть их по всем нодам и как бы одновременно поднять, для больших, например, данных. Или через вокальную машину просто на определенные ноды скидывать и грузить, вот. И мы доработали как бы потом дальше. То есть сначала он умел просто данные загружать полностью, то есть он мог очистить таблицы и загрузить, или просто загрузить данные. Потом мы научили лодера данные мерджить. Он тогда сначала грузил буферные таблицы, а потом делал мердж и накладывал на основную. То есть тогда мы получали уже изменения, да, то есть данные, которые добавились и изменились. Дальше мы научили его инкрементно забирать данные с того же самого Oracle. Это когда он по таймстамп-метке или по секвенсу, да, ID, MOC, просто запоминая последнее значение. Ну, да, чтобы не грузить повторно, понятно, да. Да, да, да. Вот. Дальше мы научили его грузить данные с Oracle Golden Gate. Если они в CSV выгружаются, у него есть такой адаптер, то есть выгружается именно лог-изменения, а не сами данные. Да, у нас лодер научился эти логи накладывать на вертику оптимально. Она же не UTP, она не любит пошаговые апдейты, ну, не получится у ней. Ну, да. Вот. То есть у нас в лоде все схлопывает, а потом как бы общим пакетом накладывает. Ну, и вот последний у нас был, грубо говоря, мазок для йоты. Это мы научили слог майнера данные добывать, то есть маскироваться под Golden Gate. Даже там засекая транзакции, закончились, не закончились. Простенький Golden Gate, но он есть. Вот. И вот, ну, лодер, который мы сделали, он, конечно, под вертику заточен в первую очередь. То есть у него как бы всегда приемник, это только вертика. У нас компания, ну, не знаю, так сейчас вот. Получается, пока исторически сложилось за счет вот того, что мы изначально с вертикой работали, мы решили акцентрировать себя именно пока с этим хранилищем, потому что оно достаточно удачно в России начало развиваться. И плюс, ну, не знаю, мне кажется, у нас силы не хватит сразу со всеми работать. Ну, понятное дело, да. Здесь с лодером, вот, мне что нравится, например, да, то, что я добился того при разработке этого инструмента, что мы ничего не кодируем, можем очень сложный алгоритм. То есть мы можем описать последовательности, да, роботу некому, автомату, можно сказать, который все сделает. То есть сейчас большие объемы вот для Yota грузятся, еще для клиентов некоторых, и, грубо говоря, я там ничего не кодировал. То есть берешь в JSON-е, пишешь конфиг, в нем описываешь датасет из коннекшенов, описываешь процессы, просто в зависимости от типа процессов указываешь набор параметров, да, разный. Там, ну, понятно, загрузка Golden Gate – это один, выгрузка SlackMiner – другой. Ну, да, да. И все, и запускаешь с командной строки вот этот JAR, грубо говоря, Java-приложение, и оно все делает, вот. Выглядит замечательно, ну, не знаю, я всегда интересен искусственным интеллектом, мне нравится, что эта штука интеллектуально все грузит и делает за меня, я ничего не делаю. Ха-ха-ха-ха, ясно, здорово. Слушай, а скажи, вообще много так вот, в принципе, на HP-вертике построено, так сказать, в России-то проектов, как ты видишь, она стала очень набирать обороты, ну, так сказать, если не секрет, то есть как-то… Ну, вот я не буду так сильно привирать, потому что у нас с продажами другие люди, даже наша компания, по-моему, сейчас больше семи инсталляций. Вообще, даже за этот год очень много инсталляций было, то есть, ну, вот из открытых проектов, я сразу могу назвать, которые себя пиарят на вертике. Ну, и вот, понятно, у нас Володя Баранов много ездил, выступал, по конференциям рассказывал, то есть он в мире хранилищ данных такой известный человек, он в Бостоне выступал, в Барселоне выступал. Похвалюсь я немножко, извиняюсь, приехал в Барселону, не себя компания, и к нему подходит, о, типа, американцы, вы же с Изидата, мы вас все знаем, у вас так все удачно там в России складывается. Он говорит, а откуда вы знаете, вы что, говорит, у вас все в Америке знают, кто с HP связан. У нас компания как раз, да, у нас компания только три месяца была, когда он поехал в эту Барселону, и такой вот у нас шок был, о, она знает. Ну, у нас вот продукты просто, которые мы сделали, им тоже интересно, и пар-дизайнер, и логер, наверное, поэтому. Вот, а так, помимо Yota, это Авито, у них крупный очень проект, они собирают, как бы, во-первых, все логи, да, всех действий пользователей, которые у них на сайте делаются, и плюс финансовые все операции, аналитику, все, и у них потом все это вот варится в вертике, рассчитывается в вертике. То есть вертика, вот как и в Yota, и в Авито, используется не только как аналитическое хранилище, а именно как вот некое управляющее такое хранилище, которое именно генерирует и считает данные, а не просто их сохраняет и анализирует, вот. Важное отличие в вертике от других, то, что оно позволяет вот быстро, фактически, ну, почти в реал-тайме это делать, вот за счет своей архитектуры, именно данные на лету не только собирать, но сразу считать и позволять ими пользоваться. Ну, понятно, ну, то есть, как бы, вертика, как у них как основа для БАМа, в смысле бизнес-аналитика, да, 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 то же самое Yota, например, взять, вот ГИС, као-центр, служба мониторинга, у них первоисточник данных вертика, представляешь? То есть, это круто, на самом деле, чтобы хранилище было первоисточником. Ну, да, 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 не сырые данные, а именно вот уже, как бы, обработанные. Да, а это сырые данные, все, вертик единственный владелец сырых данных, например, в Yota, CDR это же самое. То есть, обычно они в биллинге лежат, а здесь вот, пока они биллинг там не запустили, вообще до смешного доходило, что вертика была поставщиком. Да, это очень, знаешь, необычно, так непривычно слышать, когда хранилище является первоисточником данных. Да, вот так вот. Вот, помимо Авито, крупный проект стали запускать банк открытия, серьезно очень они подошли, мы с ними работали, помогали, они наш ладер как раз юзают, вот, то есть у нас получилось, что мы им обеспечили, ну, как бы, вот, слои стейджинговые, да, что мы доставку данных сделали. Это не позволило, вот, не кидать силы на этот ETL, который просто сжирает, да, все ресурсы, и потом ни на что времени остается. У них осталось время, раз у них уже первичные данные есть, как бы, в хранилище. Они построили консолидированный свой витрин, вот, уже запустили пару направлений, и, в принципе, и так, ну, скажем так, очень удачно, потому что, вот, я вот слежу, вот, ребята, которые это, как бы, с финн-отделов, которые все это, да, мутили, они ездили, потом уступали по разным банкам, рассказывали, я просто смотрел на выпученные глаза, вот, айтишников банковских, и вообще, вот, других финн-отделов, других банков, они говорили, вау, типа, быть не может вы нам, что рассказываете? То есть, причем запустили они шустро проект, вот здесь тоже, то, что вертика легкая в изучении, реально, там, у них три месяца ушло на запуск, вот, пилотный проект, который уже отдал результат, и, фактически, одно их направление здорово, вот, выровнял, то есть, ну, имел эффект, то есть, эффект на уровне, когда, вот, топы заметили, что работа оптимизировалась, не просто аналитика, да, которые цифрами, там, показали цифры такие, а теперь мне больше цифр пронесли, а они, например, добились результата, когда у них, там, определенное направление смогло оптимизировать свою работу и реально улучшить показатели именно работы, то есть, вообще, понять, вот это очень важно, конечно, они оступались, да, здесь опять вот ключевое слово, ну, реал тайм в банке, это слово странное, это для телекома приятное слово, а они, вот, хорошую, свою формулировку придумали для банка, just in time, то есть, данные, которые вовремя, данные, которые есть и позволяют оперативно реагировать, выравнивать свои ситуации, видеть, что у них не так, то есть, вот, это вот их право, их копирать, так что я не претендую, молодцы. Понятно, ну, в чем молодцы, да, здорово, здорово. Да, помимо открытия, ну, вот сейчас проекты запускают связной, я знаю, в Киеве. Ну, в общем, есть, есть, я понял, здорово. Есть, да, много, там просто куча пилотов, которые, наверное, я пока говорить не имею права. Ну, ясно, ладно, оставим их в стороне. Слушай, а какие еще, вот, в принципе, ну, там, не знаю, конкуренты, а другие, так сказать, аналоги или какие-то похожие, с кем вообще, в принципе, можно сравнивать вертику? Ну, смотри, мы, когда выбирали для Йоты, у нас, в принципе, ну, бюджет был ограничен, и все-таки Йота, это компания такая, всегда стартапы, бывало в всяком случае, надеюсь, останется, то есть Йота, это компания, которая всегда пытается прыгать высоко, поэтому, ну, деньги где-то снизу остаются, не успевают дать денег, что на сколько она прыгнула. Поэтому бюджет у нас был ограничен, и фактически ценовые категории, всякие тиродаты, экзодаты отпадали сразу, то есть, там, пресс-вертики, у них цены на порядок, то есть, поэтому тут, ну, как бы уже сразу, вопрос снимается, да, конкуренция с ними. То есть, ну, вот, кстати, я хочу сразу сказать, а еще отпадает по той причине, например, IBM, не Тиза, да, мы рассматривали, неплохая система тоже, в принципе, тоже MPP, но вот идея ящика, она очень печальна, и многие компании просто этого не приемлют, то есть, даже многие банки этого не приемлют, а уж такие компании крупные, да, как Авида, там, не знаю, Яндекс, Киви, они вообще с железом, вот, с такими железными решениями никак обязаться не будут, потому что у них вот взрывы данных, они сами не могут прогнозировать, что завтра будет. У нас вот в Йоте мы в итоге выбирали между Vertica и GreenPlan, EMC и GreenPlan, да, и IBM Nikisa. Вот Nikisa, например, вот строго она проиграла, потому что это ящик, мы задали вопрос, то есть, ну, у нас стартап, да, и УТЕ запускается сеть, сколько регионов запустится, мы не знаем, то есть, у нас доходило до того, что вот мы к пилотной Vertica начали, мы вот в марте делаем функционал, а регионы, как вот на дрожжах, просто быстро запускаются, Йоте очень быстро работают, и мы просто бежали за ними, чтобы успеть им обеспечить сбор данных и контроль вообще сети. То есть, так, приходилось круглосуточно работать, вот. И здесь взрыв данных, мы даже не могли предполагать, что у нас через год будет сколько данных. Ну, и нам объемцы, говорят, выкупите у нас ящик, там, сразу там на 15 терабайт, там, 16 у них, да, а потом еще докупите. Ну, у нас, естественно, вопрос сразу интересный, а как мы это докупим? То есть, вы нам все пол ящика привезете и спаяете по ящику? Нет, вам привезем там, ну, там 30 терабайт ящик, и вы на него, и данные на него за день перельем. Ну, хорошо, а что вот будет с этим ящиком, там, 15 терабайт, который был? Ну, а вы его себе оставите тестовой зоной. Хорошо, да, сразу два вопроса. Как списывать ящик, который остался? И второй, а что, на момент запуска у нас не будет тестовой зоной? Нет, вы будете все на дно хранить? То есть, кстати, проблема ящиков очень нехорошая, вот у Netiza, да, может быть, она бы лучше продавалась, но у нее вот проблема, то, что у нее софтверного решения нет, только аппаратное. То есть, девелоперская зона, все тестовые зоны, это не... Все за деньги, понятно, да. Или же вот вместе хранить, но это на самом деле не очень хорошее решение. Не очень хорошее, конечно, конечно, там девелоперы всегда что-нибудь там накосячат, какие-нибудь эксперименты, еще что-то, это надо всегда отделять, такие вещи. просто база, когда нагружена, ну вот хранилище, да, вертики сейчас у нас для йоты то же самое, да и открытие сейчас тоже, смотрю, у них нагрузка сильная, вот там реально сотни коннектов и очень тяжелые запросы идут на миллиарды записей, там нереально вообще просто решить девелоперам что-то делать. Это неправильно. Неправильно, неправильно, конечно. Хранилище оптимизируется на работу определенных систем, людей, отделений, и вот девелоперы их никак нельзя оптимизировать, потому что никто не знает, что они завтра будут делать. Это точно. Даже аналитиков проще прогнозировать, да, они в определенной области роются, уже знаешь, их таблиц, что они будут делать, девелоперов никогда нельзя, вот. Ну, а GreenPlan, мы рассматривали, нас вот смутило как раз архитектуру, Vertical победил по архитектуре, потому что GreenPlan, это фактически сделано на базе Postgre, да, хранилище, то есть это, можно сказать, взяли Postgre, кучу, и сделали из них MPP, то есть сверху насадили мастера, который управляет кучей MPP серверов, которые внизу, это на самом деле Postgre, где-то на уровне ядра. Во-первых, куча проблем, по-любому, при работе с большими данными, вот, и вообще система, когда это через внешние какие-то управляется, она, ну, ну, немножко внушает недоверие, скажем так. То есть, она тяжело будет управляться, и по-любому, любое изменение в ней, это может привести кучу багов. То есть, это не архитектурное решение, да, а внешнее решение, интеграционное, может быть. да, да. Вот, не буду ничего плохого про них говорить, кто не обидчивый. Вот, но в любом случае, мы им это объяснили, они, ну, требовали, говорили, у нас GreenPlan функционально круче Vertica, а действительно, на момент выбора Vertica 5.1 много чего еще не умела, а GreenPlan все это умела. Вот, но мы им объяснили, что вот, именно архитектурно, особенно вот, в GreenPlan получался засадок, что у них не колонка-ориентированная хранилищ, в первую очередь, была записно-ориентированная. Ну, да, да, понятно. И нам, вот, с точки зрения телекома, и вообще, вот, наши требования к RealTime, это было печально. Вот, Vertica, в отличие от NITIZ и GreenPlan, она одноранговая. Каждая нода, это сервер, к которому можно прицепиться и работать. Нету никаких мастеров, SWF, серверов, ничего. То есть, вот, просто сервера, соединенные в круг, все, это и есть кластер, такой живой организм. Я считаю, что это здорово, на самом деле, сделано. Да, пожалуй, клево. Слушай, ну, мы с тобой прилично так уже проговорили, даже, считай, почти полтора часа. На самом деле, там много еще можно рассказывать. Вот, но я думаю, давай пока что на этом, так сказать, завершим наш разговор. Вот, а дальше у всех к того, там еще будут какие-то вопросы, если их наберется, мы, я думаю, ты не откажешь прийти в гости еще раз и уже, так сказать, обсудить какие-то дальнейшие темы. Ну, это да, конечно. Тем более, что у нас гости удаленно, очень удобно получается. Ну, да. Несмотря на то, что мы очень долго, там, пару-трешку месяцев собирались записать этот выпуск, но, тем не менее, мы это сделали, так что в следующий раз, я думаю, уже будет по отработанной технологии. Вот. Ну, что ж, Леш, спасибо большое, что пришел. Было, ну, крайне интересно, очень много, не только, пусть оно на фоне вертики, так сказать, но общенно, общенно, и такие архитектурные решения были очень интересные. Вот. Мне было очень здорово, любопытно послушать, поэтому обязательно накопятся вопросы, приходи еще. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Давайте. Все. Всем счастливо, до новых встреч. Пока-пока. Пока.